Наряду с тяжелыми встречаются и легчайшие формы заболевания, так называемые менингококковые нозафаренгит. Общее состояние не страдает. Температура в таких случаях повышается незначительно и быстро падает. Миндалины умеренно гиперемированы. Менингиальные симптомы не определяются. Диагностика заболеваний в этих случаях весьма затруднительна. Необходимо тщательное бактериологическое исследование. Это очень важно. Такие дети могут оказаться источниками распространения инфекции. Течение менингококковой инфекции в большинстве случаев благоприятное. Однако у маленьких детей заболевание может осложниться пневмонией или атитом. Самое тяжелое осложнение гидроцефалия. Она может возникнуть у детей любого возраста, но наиболее часто бывает у грудных детей. Такая форма гидроцефалии, которую вы видите, наблюдается в крайне редких случаях. При восстановлении диагноза гнойного менингита или менингококцемии с первого же дня необходимо проводить лечение большими дозами пенициллина. Введение в сутки от 200 до 500 тысяч единиц пенициллина на 1 килограмм веса больного приводит к снижению температуры уже на второй-третий день от начала лечения. В особых тяжелых случаях, протекающих синдромами недостаточности надпочечников, необходимо назначать внутривенно гидрокортизон или преднизолон. При наличии резко выраженных симптомов интоксикации, коллапса, повторной рвоты, показано наряду с дегидратацией капельное введение 5% раствора глюкозы, неокомпенсана и физиологического раствора. Продолжительность курса лечения антибиотиками 7-10 дней. Ранние диагностика и своевременно начатое лечение обычно обеспечивают быстрое и полное выздоровление детей от менингококковой инфекции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова